Всего два месяца работы, а этим сотрудникам уже есть о чем рассказать. Общий центр обслуживания «Алроса бизнес-сервис» показал свою работоспособность. Только на Мирненской площадке они оформили более трех тысяч бухгалтерских и кадровых документов. Срок сотрудники отцов сформировали и первую бухгалтерскую отчетность. На мой взгляд, мы достаточно успешно справляемся со всеми поставленными задачами, мы своевременно обрабатываем документы. Отцу уже сформировала первую отчетность компании за октябрь. Мы в первый раз посчитали заработную плату в новой системе «Боскадровик». Отвечаем на вопросы сотрудников, готовим справки, консультируем. Лариса Зеленкевич – одна из первых – перешла в новую структуру. До этого работала бухгалтером управления «Алроса». Многолетний опыт помог ей освоиться на новом месте. Говорит, здесь для работы созданы все условия. Центральный офис отвечает всем современным требованиям. Проектный офис занимается становлением всего отцов. Получается, мы адресовываем бизнес-процессы по бухгалтерскому учету. Есть специалисты, которые по управлению персоналом адресовывают процессы. Конкретно я занимаюсь бухгалтерским и налоговым учетом. В Мирном центральный офис предприятия разместился в здании бизнес-центра «Веста». Также действуют два оперативных отдела – управление компанией «Алроса» и на базе института «Якутни-Проалмаз». К каждому отделу прикреплены для обслуживания определенные структурные подразделения компании. В нашем оперативном отделе института «Якутни-Проалмаз» обращаются люди, сотрудники подразделения компании. Восемь подразделений – это институт «Якутни-Проалмаз», НИГП, ЦСА, Камерал, ЦУД, экологический и юридический центр. Наша непосредственная работа, это работа именно с сотрудниками, они обращаются по всем вопросам к нам. Мы идем как связующие между Вестой, то есть бухгалтерами и центром-сервисом. Пока коллектив Мирненской площадки общего центра небольшой – всего 30 сотрудников. С 1 января в новую структуру перейдет еще одно крупное предприятие – Мирненский горнообогатительный комбинат. А это значит, работы сотрудникам центра прибавится, поэтому в планах руководства отцо – расширение штата. Ивана Филипова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова